Девушки отдыхают Ну все, целую, мне пора Хорошо, целую, целую, давай, пока Ну, давай, давай И напоминаю, что сегодня мы говорим о самом прекрасном чувстве на свете, о любви И у нас есть звонок в студию Вот наша слушательница Александра считает, что любви нет Я вас правильно понял? Да нет, конечно Вы знаете, у меня такое ощущение, что она встречается только на страницах французских классиков Несчастный человек Да, Виталий Надеюсь, что вы, Александр, встретите настоящую любовь Верьте в любовь Угу, до свидания И сейчас, дорогие друзья, мы прослушаем замечательную композицию на эту тему Да, Мякиш Сань, можешь не спешить Рейс отложили до утра Да ты что, они там обалдели, что ли? А почему? Не знаю В общем, давай, разворачивайся и езжай спокойно домой Ну ладно Виталий, разворачиваемся и едем домой Только сначала за цветами Вот пороселка Ку-ку Ку-ку, ку-ку Не понял Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Аскольд, фамилия Колобков, я режиссер Хочу сказать, что ваша жена гениальная актриса, гениальная Я из нее сделаю звезду Послушайте меня, она в надежных руках Поверьте мне, поверьте Я, послушайте, я скрипать Нет, не верьте Валите, валите Саша, Саша, не убей Поверьте Брагин, на выход За тебя залог несли Так что свободен Ух ты, как тебя колбасит На, махни рюмашку Сами, Санечка, просыпайся Я не сплю Ну что? С Богом, пора Я не поеду Что? Я не поеду Почему? Я не могу Как не можешь? Ты же, ты же обещал Я передумал Ты, знаешь что ты? Ты, ты просто гад Ты, ты сволочь Ты проклятие всей моей жизни От детского садика Наших дней Не надо так А как я должен? Как? Ты гад, ты все время мне врешь Три года назад Кто сказал Пойдем зашьемся? Мы с тобой пошли Ты говоришь Ты иди первый Я посижу в прихожей И что, я зашился А ты? Тебя, сволочь, искали потом две недели А кто в прошлом году угнал прогулочный кораблик? А? Ты? Я Ты? А кто сегодня ночью был в зоопарке? Ты? Наверное 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 Идиот на кой черт Ты открыл клетку с макаками, резусами И хиберлоид по всей Петроградке Какая же ты сволочь, а? В общем Я тебе скажу так Наша дружба на грани Наш бизнес на грани И я тебе официально заявляю Либо ты завязываешь Либо я Ухожу Ты не можешь Назови мне хоть одну причину Помнишь? Фух Еще в детском садике Возле ракеты Слева От жирафа Мы дали клятву Никогда не предавать Друг другу Помнишь? Все сказал? Я А теперь послушай меня Пошел ты С нашим детским садиком И с нашей клятвой И с ракетой туда же Ладно Виталик Давай пока я не передумал Виталик! 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 Давай пока я не передумал доктору Машина Что машина? Сломалась Как сломалась-то? Ну да нет и сюда нет Пошути Хорошая шутка Давай-давай Тащи его, Виталичка Ну ты шути Да Несчастный человек Александр Знаете Мне кажется, что Ваш организм Наконец-то пришел в норму Позвольте Ну или Почти пришел И На мой взгляд Дальнейшее пребывание В нашем Заведении Уже не имеет никакого смысла Главная цель нашего Общения достигнута Я надеюсь, что вы теперь Понимаете, что Алкоголь это яд Алкоголь Разрушает организм Личность Деградирует Вы, пожалуйста Подпишите там Мне звучит Выполняйте все мои рекомендации И все будет Хорошо У вас начинается новый Радостный Счастливый И там Позвольте Это вот Это Вот Прекрасный Вот Анкоголь Это очень плохо Всего вам доброго Доктор Мне задержаться? Вы доверите Да, конечно Пальто Пальто, да Твое пальто пока будет у меня Иди там и жди меня Иди Так, так Доктор, спасибо Держи Вы знаете, есть серьезная проблема Это его бывшая жена Ему ни в коем случае Нельзя с ней встречаться Потому что это вызывает у него Резко негативные реакции И возможен рецидив А это очень опасно Понимаете? И вообще, вы знаете На мой взгляд Ему не помешала бы Интрижка Для Самоуспокоения Хотя вам тоже не помешала бы Интрижка Да что? Я Я жену люблю Я семьянина Но за заботу спасибо До свидания Так это же прекрасно Это только укрепляет Брак Всего доброго До свидания Всего доброго До свидания Я не понимаю Чего ты паникуешь? Продажи по России идут нормально? По России нормально А про все Ты забыл Что мы строим С французами Новый завод А теперь они Из-за твоих пьяных пропали Ну я уже 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 не пью Так иди найди их И докажи Что ты не пьешь Мы к кому? К Брагину Ну сейчас я доложу Сергей Михайлович Там Такая вот А это она Давай-давай Заводи Что это? Кто она? Ну неважно Увидишь Лорочка Здравствуйте Здравствуйте Проходите Модиратор Лорочка Разрешите вам представить Ваш будущий начальник Так сказать Александр Иванович Александр Иванович Представляю вам Ваш референт Лора Сажа Саша У нее французский Английский Бонжур Элло Александр Иванович Я вам хотела признаться Что я просто Я восхищаюсь вами Да И чем же я успел Заслужить Ваше восхищение Ну что вы Вы же Можно сказать Герой благосферы Спасатель Бедных зверушек Это ж надо было Выпустить макак резусов Из клеток Давайте не будем Больше про макак резусов В общем Саня У тебя теперь Одна дорога Во Всеволожск Да Макак я уже спас Поеду теперь Во Всеволожск Спасать наш завод Да Я еще покажу Твоим французам Что я не Что я Да конечно Самое главное Не забудь У тебя там Две встречи Важных встреч Первое Открытие Школы номер три После ремонта После какого ремонта Который сделал ты На наши деньги По пьяни Ты же щедрый И второе Самое важное Встреча с местной Администрацией По поводу Выделения нам земли Под строительство Нашего завода Совместно с французами Они теперь В нас заинтересованы А Они теперь В нас заинтересованы Так подожди Получается что я С ремонтом школы молодец Не 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 А подожди Ты скажи Саша молодец Саша молодец Вот А если бы я тогда Не Послушайте Я как раз Во Всеволожске живу Может быть вас довезти Замечательно Вот и поезжайте Прямо сейчас Лорочка И посмотрите Чтобы никаких банкетов Разумеется Александр Иванович А я по поводу Своего бизнес плана Никита Ты меня караулишь что ли Лучше место найти не мог А я его доработал Как ни странно Я ошибся В показателях Использования Оборотных средств Вот и поэтому Рентабельность Все линии глюкометров Могла вам показаться Ничего мне не кажется Никита Мне уже давно Ничего не кажется Не до глюкометров Мне твоих сейчас Правда Ну вот честно Катюша А почему на моем столе Такой бардак Ну это же не ваш стол Это кабинет Александр Иванович Действительно Шубка Лоры Лорина шубка Давайте Лора Лора Здравствуйте Значит так Начинаем новую тему Французской литературы 19 века Записываем Мы сегодня с вами Познакомимся с творчеством Прекрасных писателей Таких как Гюго Бадлер Даде Шитабриан А Мопассан Да Мопассан Мопассан Ляму Солюситолюсьон Кюллизанч Тихо Вот это у Аль Маш переведи Любовь Это приветствие Которое Ангелы шлют звездам Правильно Молодец Это сказал Гюго Записываем Любовь Это приветствие Которое Ангелы Шлют звездам А секс Это для французов тоже любовь? Ну Мне казалось Что нужно говорить Заниматься любовью Здравствуйте Садитесь Садитесь О чем у вас урок? У нас Любовь Во французской литературе Иру я забираю с собой Как Иру? Нет Иру нельзя У нее два по французскому Она Спонсор будет смотреть на нее А не на ее оценки Пойдем И поосторожней С французской любовью Добро пожаловать Милости Просим гости дорогие Прошу Хлеб Соль Добро пожаловать Спасибо Прошу Спасибо Нет Прекрасный пример нашим детям И это правда Прекрасный пример Пойдемте Буду показывать вам нашу школу Прошу Благодаря вашей помощи Мы такой ремонт Замечательный сделали Вы сейчас все заходите Женщина Ну вы не могли бы осторожнее Ой, извините Ради бога Я с Саша Александра Да Привет Я же Лора Не узнаешь Мы вместе учились Лариса Ой Привет Привет Ты что здесь делаешь-то? А я работаю здесь учителем А, да здорово Ты Ты такая красивая стала Ты тоже Мора Ты убежишь? Я побежала Давай Счастливо Прошу вас сюда Вы знаете По итогам прошлого года У нас лучшие показатели В области По результатам ЕГЭ И благодаря вашей помощи Вы знаете Нам бы еще Компьютерные классы Переоборудовать было бы Александра Леонидовна Ой, как вы неловки Ну Да, все, урань Извините Спасибо, не надо Надо Я спрашиваю Все, пожалуйста Спасибо 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 Нам еще актов в зал смотреть? Да, да, да Идем Идем А вы представляете Это ведь моя одноклассница Александра Я ее даже не узнала Впервые Что время делает С людьми Конечно Ужас Ужас Ведь была способна учениться А сейчас сама учительница работает Учительница Это хорошая профессия Да, точно Есть ли муж олигарх? Симпатичный И подружка у него красивая Старуха Ой, да ладно Ты у нас красавица Да уж красивее этой Он на меня сразу же запал Так смотрел на меня Когда короба ему подавала Да ну Баранки гнул Захочу, а кручу За нефиг делать Слабо Спорим? Вот только надо узнать Где он остановился Ой, мамочка Ой 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 Ой, мамочка Давай Вы что это? Вы меня опять спасаете, да? Да, второй раз Если я спасу вас третий Вы будете должны Одарить меня своей любовью Вы знаете Учителя так мало зарабатывают Нам бы гранты Да я бы рада вам помочь Александр Иванович С вами все в порядке? С мной все замечательно Прекрасно Прошу к столу Только после вас Вы гость Вам в первую очередь Пожалуйста Говорили Ну, спасибо Друзья мои У меня родился тост Замечательный На мой взгляд Знаете, как говорится Учение свет А не учение что? Правильно Тьма Тьма Извините Это он все-таки Это он все-таки очень нам помог В смысле Шкулу отремонтировали Благодаря За просвещение Не поняла Не поняла Друзья мои, наливаем У меня родился замечательный второй Трост Давайте По диким стебям За Байкальям Где золото Рою-то в гора Мродяга Судьбу Мракля Влачился Смой На плетях Два-три раз На нем Рубашанка Худая И множество Разных Запла... Чуть не порвались И серый Тюремный Халак Пум-пум-пум Сюшка Зачем я спрел А-а-а-а Вот Ничего себе Александр Иванович Срок идти, Швиславик Говорю, он не пьет Ой, вставать, вставайте Ну что ж он такая Не надо, не надо Давай, вставай Давай, вставай Виталя Сашенька Поехали спатеньки Виталя Виталя, доведешь его? Доведу Я сам дойду Виталя Виталя Какой ты все-таки Хороший друг Девушка Тва богини Слышь, ты чего, мужик? Ой-ой-ой. Ну, что стоишь? Иди. Или струсила? Я? Да никогда. Ладно, подруга, завтра встретимся. Жди письмо на почте. О, ты хрис. Виталь, спасибо, можешь идти. Господи, да отпусти ты его. Это не это, это не это. Нет, нет, нет. Давай, спасибо. Девочка моя, вот эта, вот эта, вот эта, Инга. Я не Инга, я Лора. А где Инга? Обдыхай. И Инга. Инга. Возьми трубку. Это я. Инга. 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 Девочки, вы к кому? А что случилось? А что случилось? Полюбуйтесь, что написала в интернете ваша ученица. Ира Лорионова. Брагин положил меня на кровать и начал разбираться. Читайте, читайте, дальше еще интереснее. Потом скинул с ним. Потом скинул с себя рубашку, прижалась ко мне, начал покрывать поцелуи моим, моё детство. Что это за бред-то? Это не бред. Это написала в интернете ваша ученица, Ира Ларионова. Да вы что? Ира Ларионова у себя такого никогда не упадет. А она и не у себя. Это она Маше Анопко переслала. А уж та постаралась, чтобы до всех дошло. Ученики в школе только об этом и говорят. Проедите выделение, там все объяснимо. Бред. Сего? Бред, Виталия. Я принес. Пошли. Подонок, как ты мог? Она ребенок там слет. А что вы глупы? Виталия! Что, Андрей Дегимович, можно, да? Ну-ка, тихо. Куда вы меня несете? Стойте. Виталия. Она меня убила. Она мне быка могла. Виталия. Виталия, она присмотрела. Я просто перед Машкой выпендривалась. Так, все, хватит. Успокойся уже. Все, все. Сейчас мама приедет, домой пойдешь. Не было. Все. Забудь уже. Забудь. Может, нас извините? Да. Ничего страшного. Спасибо. Спасибо. И вам огромное спасибо. Спасибо и тебе за то, что правду сказала фантазерка. Слушайте, нельзя этого так оставлять. Вы же понимаете, что теперь скажут. Я думаю, ее просто кто-то надоумил. Лора. Я даже знаю, кто. Да держитесь же вы на ногах. Хрену. Принес? Что принес? А как же? Александр Иванович, я буду с вами… У меня сильнейший стресс. Я бы сел, если бы она… Саня, привет. Это пойдет. Что? В общем, я все узнала. Месье Жером занят, он уехал. Молчи. Во-первых, возьми вот эту гадость. А во-вторых, назови мне хоть одну причину, по которой я не могу послать вас всех подальше к чертовой матери и уехать отсюда. Ну как, у меня потребительский кредит, и мне за учебу скоро платить? Ну вы такой хороший. И звони. Звони, не переставая. И найди мне Лору. Лору найди. Александра Леонидовна, вы устроили скандал, опозорили нашу школу, обидели спонсора. Я? Этого алкоголика? Вы о чем говорите? Я вам сколько раз говорила, чтобы вы не отвлекались от школьной программы. Вся эта ваша французская литература, эта любовь. Но вы знаете... Без всяких но. Вы прекрасно видели, до чего доводят детей ваши романы. Это чудо, что еще ничего не случилось. Так, знаете что, Лариса Владимировна, вот было бы лучше, если бы вы поменьше таскали караваи спонсором. А вы знаете что? О, Александра Леонидовна. Я сначала думала ограничиться строгим выговором, но теперь я ясно вижу, что мы с вами не сработаемся. Я прошу вас написать заявление по собственному желанию. Почему это я должна уходить? Я не хочу, я хочу работать. В таком случае мне придется уволить вас по статье растление малолетних. Не возражаю. Что еще? Российский олигарх, любитель малолеток? Смешно тебе. Лора, я же просил тебя, следи за ним. Не давай ему бухать. Я тебя просил влюбить его в себя. Ну а что я? Вы же просили влюбить, а не переспать. Я честная девушка. Знаешь, честная девушка, я тебе такие деньги плачу. А вы за такие деньги наймите ему лучше проститутку. Что ты сказала? Ну-ка, стой. Я тебе сказал, стой. Я тебя не отпускал. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Здравствуйте. Мне Брагину. Как вы сюда вообще попали? Какая-то муть происходит с этими звонками. Откуда она узнает новые телефоны Брагина? Мне кажется, у нас в коллективе завелась крыса. Нет, не крыса. Крот. Послушайте, я приехала из Севоложска, и мне срочно нужно поговорить с господином Брагином. В общем, Виталия, вся надежда на тебя. Спасай нас. Спасай компанию. Как тогда, в день с седьмого. Лады? Почему нельзя? Мне нужно поговорить. Девушка, не вынуждайте меня применять непопулярные методы. А что случилось в Серегах? Да вот требует Брагина. Говорит, что приехала из Севоложска, и пока его не увидит, никуда не уедет. Сережа, все нормально. Я прошу прощения, вы та самая девушка из Севоложска? Да, я из Севоложска. Я пришла поговорить с господином Брагином. Мне нужно извиниться перед ним. В тот случай... А как вас зовут? Александра. Мехов Сергей Михайлович. Я компаньон Брагина. Сашенька, вы не обижаетесь? К сожалению, я вас не могу принять у себя в офисе. У меня назначена встреча. Но был бы признателен вам, если бы вы мне рассказали всю эту историю в машине. А меня зовут Виталик. Да, а Виталик вас отвезет туда, куда вы потом скажете. Да нет, вы меня не поняли. Мне к Брагинам, мне поговорить с ним нужно. Не бойтесь. Саша, не бойтесь. Но, к сожалению, Брагина сегодня не будет. Пойдемте. Так скажите, пожалуйста. В общем, понимаете, мне очень стыдно. Я не знаю, как мне извиняться перед господином Брагином. Я не знаю. Вы думаете, он простит меня? Да, Катя. Катюш, я по-французски не понимаю, о чем я буду говорить с Джеромом. Ищи Лору. Я тебе еще раз говорю, ищи Лору. Хотите, я переведу? Он улетает, но он готов встретиться через час. Согласна, согласна. Виталий Кшми. Ну что, вспомним 97-й? Черт с тобой, давай, как где на 7-м? Ну, тогда пристегнись. Ну, как? Отпустила? Да я и так быстро никогда в жизни не ездила. Ничего. Виталик, как всегда, все допутал. Попросил, как в 97-м, а он поехал, как в 95-м. Даже раньше приехали. Здравствуйте. Бонжио. Бонжио. В общем, Саша, объясни этой жерде, что Брагин здесь ни при чем. Это все гнусные происки журналистов. папарацци. Я что-то волнуюсь. Ты, Саша, не волнуйся, потому что волноваться буду я. С чего начать-то? А, начинай с чего хочешь. Главное, быстрее. Готио. Готио. Здравствуйте, месье Олег Санбрагин, сезон журу, дефа фугабля. Вызови его на смену. Саша, а что он сказал? Что у вас одна неделя. Только не у вас, а у нас, Саша. В смысле? Я вас поздравляю. Вас только что приняли в нашу прославленную компанию. Есть хотите? Да. Ну, найдите официанта, возьмите меня. Вы уже решили, что Мехкова скажете? Я вам бы сказать, он очень расстроился. Боюсь, не прокатит. Здравствуйте. Здравствуй, Никита. Простите, пожалуйста, Александр Иванович, я хочу узнать о судьбе моего проекта. Завтра, Никита, завтра, некогда. Прости, прости, прости. Некогда, некогда, некогда. Никита, слушайте, у нас стырный мальчик. Очень. Я думаю так, что все хорошо, что хорошо кончается. А, Мякиш, Сергей Михайлович, вы как думаете? Ничего еще не потеряно. Работа продолжается. У нас появилась запасная неделя. И мы этим воспользуемся. Мы сделаем абсолютно спокойно. Можем взять и... Вы сами в это верите? Конечно. А вы что, нет? Мякиш. Что, Мякиш? Скажи честно, тебе хоть стыдно, хоть немножко? Очень. Ой, здрасте. Я просто тут немножко заблудилась. А-а-а! Сашенька, проходите. Это Саша. Моя новая помощница. Сашенька, знакомьтесь. Не буду вам мешать. Мякиш. Не обращай внимания, он у нас нервный. Что у нас делает эта истеричка? Какая? Катя? Нет. А, это моя новая помощница. Она руки распускает. Ну, она и приехала извиниться перед тобой. Ты понимаешь, что она с головой не дружит? Ты знаешь, что, когда тебя отпустили под залог, ее, между прочим, уволили из школы, благодаря тебе. А-а-а, бедная девочка. Ты ее пожалел. Ты ее пожалел. Мякиш, ты совсем размяк. Мы не можем себе позволить быть сентиментальными. А теперь послушай меня. Эта девочка замечательно говорит на французском языке, и благодаря ей мы сохранили Шерома, и эта девочка будет моей помощницей. Все? Все. Иди работай. Ты совсем мозги попил? Это вообще-то мой кабинет. Значит, пойду я. Иди. Александр, вы что, заблудились? Ваш рабочее место здесь. Опаздывайте. Друзья, поприветствуем нашу новую сотрудницу. Сашенька, ну куда ты? Проходи, не стесняйся. Здрасте. Надо же, мы опять за соседними партами. А ты не такая простая, как кажешься. Эта шерсть натуральная? Да, это мне от мамы. Понятно. Я тебе хотела предупредить, что умение клянчить пятерки, оно тебе не понадобится. А я никогда ничего не клянчила. Да ладно, Саша. Мы же обе помним, как в школе. Когда ты в Париж поехала. Лора, ты что, ты на меня до сих пор обижаешься? Что я тогда Олимпиаду выиграла и во Францию полетела? Кстати, мы скоро во Францию едем на конференцию. С Брагиным. Я тебя хотела предупредить по поводу Брагина. Ты держись лучше от него подальше. Он такой человек. Какой? Опасный. Хороший костюм. Я знаю. А это документы, которые нужно разнести сотрудникам. Удачи. Лора. А ты что здесь делаешь? Работаю. Твоя основная работа – это Брагин. Так что иди к нему и быстро иди. Давай, давай, пошла. Ну, как вам у нас работается? Хорошо? Хорошо. Это хорошо, когда хорошо работает. Видите? Потому что это хорошо. Хорошо. Это работайте. Простите, пожалуйста, вы… Никита. Да, хорошо. Вот, я вам просил передать. Подержите. Сейчас. Где она? А вот. Временно отклонить. Извините. Ну, и как это понять? Временно. Год? Месяц? Неделю? Я не… Он не сказал? Мне нет, ничего не говорили. Ну, как он не понимает, что сейчас самое время открыть свою линию по производству глюкометров? Черт! Я… Я полгода потратил на этот проект. Я полгода работы коту под хвост. Да, я понимаю. Слушай, ты вообще кто? Я… Я помощник Мягкова. Ну-ну. Я на вас в суд подам стоять! Она дорога мне, как память о моем отце. Это-то понятно? Я сказал нет! Это мой участок. Я на нем могу делать то, что я захочу. Вот так вот. Все. Соседи по отцовскому участку. Это просто… Это просто враги какие-то. Ты была в лисьем носу? Ну, что ты на меня так смотришь? Я должен сказать, что ты, Саша, молодец. Я хочу выразить тебе благодарность за то, как ты разрулил эту ситуацию с французами. Спасибо. Привет! 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 Решила попрыгать? Да нет, конечно. Ты что? Саша, прости. В офисе я психолог немного. Просто я не могу объяснить тебе, как много в моей жизни значат эти грёбаные глюкомиты. Ты катаешься? На. Сейчас, тихо-тихо-тихо. Да-да. Держимся за перила. Я держусь, держусь. Не светимся. Куда-куда-куда? Повара, а чё я... Пс-с-с. Чё-чё-чё. Чё-чё-чё. Давай, поднимайся, человек. Прости. Что ж. Ты не ударил с тебя? Нет, всё нормально. Так, смотри очень. Поехали просто к стеночке. К стеночке? Поехали! Какая красота! Да. Ромашки мои любимые. Красивый букет. Ух ты, Сашка! Цветы себе купила? Да нет, это не я. Я не знаю откуда это. Да? Может столом ошиблись? Хотя, по-моему, они пластмассовые, нет? Нет, это они живые. Пахнут. Вот видите, это уже результат. И этот цикл у нас с вами прошел успешно. Я вас поздравляю. А вы знаете, секрет-то очень простой. Все заключается в одной очень лаконичной формуле. Доктор и болезнь. Где больной? Если он вместе с болезнью, то они вдвоем против бедного доктора. А если больной вместе с доктором, то болезнь в одиночестве противостоит их усилиям. И болезни деваться некуда. Она исчезает. Она уходит. Я вас поздравляю. До свидания. Доктор, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никит. Да? Хотел тебе спасибо сказать за цветы. Они правда очень красивые. И как ты догадался, что я ромашки люблю. Я не знал. Саша, давай сходим к Лавичу. Никита! Извините. Саша, подожди меня, пожалуйста. Никитос, ну какой же ты гадкий-то, а? Ну что ж ты вьешься-то вокруг Саши? Пудришь бедной девчонке мозги. Ты думаешь, она тебе поможет на Мягкова выйти, потому что Брагин твой проект зарубил и карьера твоя оплакала? А если я ее действительно люблю? Ну да. Только Мягкову до твоих глюкометров дела нет. Тебе Брагин нужен. В принципе, в принципе, у меня есть к нему подход. Хорошо. Нет тебе, что надо. Да ты не обольщайся. Я тебе дружить предлагаю. Приходи завтра ко мне на вечеринку и Сашу с собой прихвати. А, ну-то тебе зачем? Тоже дружить? Дружелюбная. Дружелюбная. Знаешь, мы бы с ней со школы еще общались. А сейчас работаем вместе. Надо как-то налаживать отношения. Приходите. Даш. Ты что это, меня что ли ждешь? Конечно. А кого же? Лору что ли? Ну и что? Куда пойдем? В кино? А я тебе предлагаю, вместо кино, вечеринку. Чего? Ты что, нет, я не хожу на вечеринки, ты что, никогда. Саш, ну там будут все свои. Ну, я прошу тебя. Я не одета, я никогда… Да ты шикарно выглядишь. Ну, на полчасика только заедем и все. Саша, ну правда, ну… Ну, я обещал, что я… Нет, прости, я не могу, правда. Саша, я обещал, что я приеду с девушкой. Поехали со мной? Давай сюда с собой. Ну? Едем? Ну, не знаю. К белым медведям. Я рад приветствовать вновь прибывших гостей на нашей удивительной вечеринке! Привет! Никитос, как я рада, что вы пришли. Я была уверена, что ты не придешь. Просто молодцы. Говорим, да. Слушай, я хотела тебе сказать, может ты меня за что-то обижаешься? Прости меня, ладно? С самыми интересными. Ну, правда. Ну, если что, я не так… Внимание, друзья! Следующий конкурс! Мне нужно… Чувствуй себя как дома, может быть выпить хочешь? Прошу вас, девушка! Давайте вы! Нет? Может быть… Я выбираю вас! Что? Вас прошу, и… Давайте вы! Слушай, я тебя на сцену! Да-да-да-да-да! Иди, давай, там конкурс! Я нет! Да давай, давай! Не заставляйте меня уговаривать вас на… Может, там приз какой-нибудь хороший? Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! У-у-у-у! Дорогие друзья! Это наша новая сотрудница, между прочим! Сашка, смелее! Вот! Три самые смелые участницы! И, я надеюсь, самые остроумные! Та из вас, милые девушки, которая лучше всех проявит себя в этом конкурсе, станет обладателем эксклюзивного приза! Итак, первый вопрос! Что является лучшим украшением девушек? Страшные подружки! Соленый спутник! Ну, я так и знала, что это… А что вы, третья участница нашего конкурса? Ну, я не знаю… Наверное, украшение любой девушки, как и любого человека, это… его душа… Его душа? Отличный ответ! Гениально! Гениально! Как вас зовут? Александра, извините, мне, наверное, надо… Нет-нет-нет-нет! Давайте, друзья, поддержим! Поддержим Александру! Еще один вопрос! Еще один вопрос! Лучшие друзья девушек – это… Пластические хирурги! Нет, лучшие друзья девушек – это бриллианты! Бриллианты! Ну, а что же ответит самая загадочная участница нашего конкурса? Я не знаю… Ну, как я не знаю? Ну, попробуйте, ну, пальцем в небо! Лучшие друзья девушек – это… А каких девушек? Блондинок за рулем! Блондинок за рулем! Ну, не знаю, может быть, поэты… Поэты? Сотрудники ГИБДД! Подводим итоги этого конкурса! Победительницей становится… Александра! Ура! Ура! Саша! Ура! 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 Саша, ну подожди, Саша, ну я правда, я правда не знаю, что так выйдет Ой, уйди, а Саша, не хочешь я для тебя танцую? Смотри, я вот же Ой, мам, не надо, не надо танцевать Саша Поехали Представляете, он достает вот эту ленточку, средний рот, нормально вообще Ужас какой-то вообще, ну это жестоко, конечно, ночью, смешно, такие глаза Господи, как катаешься это Сашка, привет Слушай, смотри, фотки тебе напечатаны Я не понял, что стоим, что не работаем, друзья мои, э Друзья Тебе не понравилось, что? В чем дело? Что происходит? Что смешного? Да фотки смотрим с вечеринки Ну, милая, правда ведь? Иди работай На память я возьму Что теска накрывала? Охохохохохохохо Со мной тоже так бывает Надо так накроет, что Жить не хочется Я просто Я не понимаю Ну, почему люди такие злые? Я не понимаю, что я им сделала. Ну, я не виноват, что я некрасива. Кто тебе сказал, что ты некрасивая? Некрасивых женщин в принципе не бывает. Ты красивая, только ты об этом еще не знаешь. Посмотрите на меня. Мне что, можно полюбить? Ну, Никита же тебя полюбил. А вы откуда про него знаете? Да про это уже все знают. Слушай, хочешь, я из тебя сделаю мисс мужчин с ног сшибающее совершенство? А? Ты как к этому относишься? Положительно или отрицательный? Ну, я, конечно, понимаю, что вы издеваетесь, но я согласна. Да у меня даже в мыслях не было издеваться. Послушай, если ты мне веришь, если ты будешь делать все, что я тебе говорю, то у нас все получит. Нет. Нет. Что нет? Ты похожа на клячу. Старую и усталую клячу. Так, все, до свидания. Подожди, постой. Мы должны быть абсолютно откровенны друг с другом, понимаешь? Иначе у нас ничего не выйдет. Вот такая вот, понимаете? Вот такая вот. Зажатая. Расслабься. Походка должна быть от бедра. Попробуй. Давай, давай, давай. Давай. Катастрофа. Ну что, я не знаю, у меня просто гиря на ногахах. Так сбрось их. Как? Очень просто. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-п Я, может быть, мечтала в детстве? А вы смеяться не будете? Я постараюсь. Ну, я мечтала научиться прыгать на батуте. Мне казалось, что так можно научиться летать. Вот так. Оттолкнешься и полетишь. Сейчас уже не кажется? Ну, сейчас что? Сейчас уже поздно, я выросла. Ну, предположим, поздно не бывает никогда. Поехали. Куда? Поехали, поехали. Только вы тихо. А то мне вылетит. Хорошо. На час? Как получится. Все, иди уже. Нет, нет, чуть-чуть. Куда? 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 Вот туда. На середину батута. Давай. Давай. Ты хотела сбросить гирю? Вот либо ты сейчас их скинешь, либо всю жизнь будешь с ними мучиться. Давай, 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 давай. Чё, боишься, что ли? Так. Ой, господи. Мы должны стать как дети. Только тогда перед нами откроются врата. Царствие небесное. Что ты делаешь с шелидным бизнесменом? Отдай квартиру. Отдай квартиру. Чтобы не вцепилась, ну... Вставай. Вставай-давай, давай. Давай-давай, давай-давай. смелей! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай теперь! Давай! Давай, давай, давай! Говори, я ничего не боюсь! Говори, я ничего не боюсь! Мне страшно! Говори, я чего не боюсь! Я чего не боюсь! Вот! Прочь, гири! Прочь! Я чего не боюсь! Молодец! Молодец! Я свободна! Я летаю! Я не знаю. Нет, нет, нет. Куда, куда? Мы брокнемся вместе. Отцепись. Мы брокнемся вдвоем. Давай, давай сама. Я свободна! Я летаю! Молодец! Давай, давай! Оставай! Молодец! Я свободна! Оставай! Я свободна! Я летаю! Ну что такое? Хух! Почувствовала свободу? Да. Давай, давай. Две минуты перерыв и опять ты на середину батута. Давай, давай! Сама давай! Я свободна! Я летаю! Молодец! Молодец! Мамочка! Молодец! Ты у меня еще так на каблуках скакать не есть. Не, 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 на каблуках я никогда в жизни никогда 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 не скакала. Ну чего? Я научу. Голову выше, спину ровней и перед собой смотри, а не под ноги. И веселей, веселей! Я больше не могу, у меня ноги отваливаются просто. Терпи. И думай о чем-нибудь хорошем. Я стараюсь. Ты плохо стараешься. Чем у тебя сейчас опять башка забита? Меня? Да. У меня в голове только два слова. Это пытки и инквизиция. Ладно, перерыв. Что у нас там дальше? Я не знаю, что у нас дальше. Вот вы у нас тут руководитель, вот вы мне и скажете, что у нас дальше. Руководитель. Знаешь, лет двадцать назад один человек из очень известной иностранной фирмы сказал, что я никогда не стану крупным руководителем. Я никогда прошел их основной тест. Какой еще тест? Мне было предложено представить себя отцом крупного семейства. Вдруг случился пожар, дом вот-вот рухнет и внезапно я замечаю, что в доме остался ребенок. Вопрос. Кинешь ли я его спасать? Ну и что вы ответили? Я ответил, что кинуть. Это был неправильный ответ. Из-за одного практически обреченного ребенка я рисковал жизнью. Это значит, что в критической ситуации я пойду на поводу у эмоций. Чудовичный какой-то тест. Будем учиться краситься. Я сама буду что-то. Ну давай. Ну… Как? Ты такая красивая. Ну это не я. Ты. Только в другой обертке. У меня такое ощущение, что я какая-то актриса и надо исполнить какую-то роль. Просто очень немногим людям, которым хватает смелостью оставаться самими собой. Угу. Я предлагаю обмыть твое превращение в шампанске. Нет. На протрушавто. Что это? Я так не буду. Опять твои гири. Поехали. Куда? На батут. Нет. Не надо. Нет, не надо. Прости. Да. Мякиш, не чести. А почему они хотят убрать этот пункт из договора? Это их страховка. Упертые твои сибиряки. Ладно, давай так. Давай внесем точно такой же пункт в наш договор с поставщиками. Да. А, так с этого надо было начинать, что приезжает Пси Жихова. Ладно, встретим. В лучшем виде. Давай. Надо ехать. Давайте мы все-таки так с вами договоримся. Сначала деньги, потом все удовольствия. Да вы поймите, сейчас в кредит, никто не работает. Привет. Доброе утро. Доброе. Ну что же, получается они вместе? Ну да. Это же это, как и любовь. Богиня. Да какая, прости господи, любовь, о чем ты? Он же у нас бабник знатный, видимо не удержалась Александра. Здорово. Спасибо. Может быть вы нас пропустите? Значит так, друзья мои. Приговоры, которые длились полгода, закончились успешно. Завтра к нам приезжает месье Жиром. Я попрошу его встретить. Его нужно встретить хорошо. Кстати, он очень хочет пообщаться с вами, Александра. На этом все. Да деньги-то я получила. Дело в том, что французы уже прилетели. Встреча через два часа. Она должна звонить прямо сейчас, чтобы он успел напиться. Все, давай. Инга! Ты меня убиваешь! Зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что я… Послушай меня! Послушай меня! А куда? Не зайди! Сергей Михайлович! Да! Ну, что-то еще? Да! Тащи сюда все договора и тащи сюда юриста. Потому что что-то мне в них не нравится. Ну, что еще? Сергей Михайлович! Я только что слышала, как Лора говорил по телефону. В туалете она сказала, чтобы он успел напиться. Он это кто? Я не знаю, кто это он. Сергей Михайлович! Сергей Михайлович! Сергей Михайлович! А тут я! Сергей Михайлович, Брагину опять звонила жена. Он ругался минут пять и потом убежал куда-то. Я не знаю, что делать. Виталия где? Здесь. В общем так, девочки. Главное, без паники. Ничего здесь не трогать руками и никого сюда не впускать. Сядь. Сядь тоже. Значит так. Виталий, это не крот. Это кротиха. Это лора. Я знаю. А чего ж ты молчал? Я ждал. Что, ты ждал, когда Брагина жрется? Нет, я ждал, когда она выведет нас на конкурента. И как, вывела? Да. И кто это? Этот, как его, ну… Климов. Климов. Я так и знал. Мало того, Климов еще платит жене Брагина. Вот сволочь, а! Да. А лора сообщала Инге, когда звонить. Ну, ее задача просто довести Брагина до срыва. Он еще в школе, когда, ну, перед тем, как выпить, ему звонил кто-то, он очень долго тогда слушал, а потом… Ладно, сделаем так. Ингой, Лорой и Климовым будем заниматься позже. Сейчас главное найти Брагина. Всем все ясно? Я с тобой здоровался. Виталя, действуй. Ага. А что делать? Виталика, надо идти Брагина. Давай. Брагина. А где машина? Спер. Ну и… Сергей Михайлович, там французы вроде подъезжают. Куда? Я не знаю, там по-французски разговариваю. Бонжур. Живу закут. Месье Меркоф, а вы адан зенор? А. Oui. Мерси, баку. Рей задержали. Это очень хорошо. Значит, нам нужно найти Брагина. Еще не все потеряно. Там этот, Брагин спер мою машину и куда-то уехал. Вот гад, а. Значит, нужно его найти. Кого? Брагина. А как его найти? Лучше на моей машине уехал. Значит, Виталик, вот что. Возьми мою. У меня он в кармане. В штанах. А, да. На, давай. Можно у нас двоей? Можно. Пока. А вот та фотография, это где? А, это, это наше детство. Лесинос, дом от Собрагина. Виталя! Виталик! Виталик! Виталик Вот. Пришли. Чего приперлись? А я-то чего? Это Лора все. Она специально все подстроила. Я знаю. Мне Мякиш уже дозвонился. Ага. Ну, и что? Я устал от подлости и предательства. А кто не устал-то? Во-во. Знаешь что? У меня мать всю жизнь любила отца. А он взял и бросил нас. А она не выдержала и умерла. Так ты что, одна живешь что ли? Одна. Сочувствую. Ты машину хорошо закрыл? Хорошо закрыл. Очень хорошо. И мне тоже очень больно. И я почему-то не спиваюсь. А это вы, да? Да. Саша Брагин. Пять лет. Шкафчик с Буратино. Смешной очень. Был. А вот еще фотография, где они с Сунгой поженились. Брагин. Ты точно машину закрыл? Кажется, закрыл. О! Любимому сыну. От папы. Потрясающе. Ну, не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, а верь любви, моей. Шекспир. Молодец. Сергей Михайлович, там французы подъезжают. Стой. Будешь переводить? Нет, я могу, но у меня маленький словарный запас. А много слов не понадобится, разговор будет короткий. Сергей Михайлович. Иди отсюда. Ну и Сергей Михайлович. Чего сидишь? Поехали. Поехали. Как еще раз? Бонжур. Бонжур, жертв. Бонжур, месье жертв. Бонжур, месье жертв. Бонжур, месье жертв. Бонжур. Здравствуйте, месье жертв. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжур. Господин Жером, месье. Месье жертв. Бонжур. Бонжур. Что она про Брагина? Кажется, он спрашивает, где Брагин. Понимаете, господин Жером, месье, здесь такое дело, как бы Брагин на самом деле есть, но не в данный момент здесь. Простите, господа. Месье Жером, извините, что я немножко опоздал, пытался завязать галстук по-французски, к сожалению, по-французски не вышло. Переводи. Я думаю, что вместе с вами мы взорвем этот рынок и станем монополистом. Месье Жером говорит, что… О, не удивляйтесь, я неплохо говорю по-русски. У меня бабушка из России. Кстати, Сергей, откуда вы узнали мое детское прозвище «Жерть»? Интуиция. Сергей, скажите, вы русский? Да. Ну, тогда, может быть, по старой русской традиции мы с вами выпьем? Я не пью. А вот Катюша может. Можно? Можно, можно. Прошу. Может быть, чашку кофе? Можно. Тогда, with me gold. Никита, иди за мной. Я сейчас приду. Ладно? Ну? Баран кигнул. Заработать хочешь? Очень. Похвально. Короче, можно снять копии с кое-каких документов и передать кое-каким людям. Пока. Ну, что ж ты как девочка, Тар? Я сейчас приду. Что? Что, слишком крупно для тебя? Ты можешь только Саше мозги пудрить, чтобы свои глюкометры пихнуть. Я же тебе неплохие деньги предлагаю. Да, лорд, да. Да, мне Саше это нафиг не нужно. Да, я готов переспать хоть с ней, хоть с Брагиным, хоть с ним, хоть с чертом лысом только, чтобы пробить свой проект. Но я не предатель. Никита. Брысь отсюда. Так хочется вмазать по твоей гладкой хоре. Ты как к этому относишься? Положительно или отрицательно? Отрицательно. Чтобы возле Саши я тебя больше не увидел. На пушечный выстрел не подойду. Молодец. Молодец. Далеко пойдешь. Гляди, не заблудись. Друзья, пришло время вручить эксклюзивный приз сегодняшнего корпоративного вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, одели Ленточку и рады? Да мне плевать на ваши ленты. Хоть десять оденьте. А ты что такая грустная стоишь? А, Александра, жалко тебе меня? Да ты себя пожалей. А где у нас, кстати, Никита? Никита! А, вот ты где. Ты нам расскажи, пожалуйста, с чего это ты вдруг за Александрой стал ухлёстывать. Он тебе сам потом расскажет. А где ещё один наш товарищ? Что ты думаешь, если он тебе шматья купил и брови заставил выщипать, так вы теперь будете жить долго и счастливо, да, и умрёте в один день? Нет. Он женат. Здесь кое-что другое нужно было. Здесь мозг нужно было включать. Понимаешь? А ты как была средним родом, единственным числом, так и останешься. Давай сюда. Ну что? Доволен? Виталий, ты дура совсем. С лентой это перебор. Сейчас ведь не девяносто седьмой год. Слышь ты, ты же сам сказал, как в девяносто седьмом. Витальчик, успокойся. Я оговорился. Мари, что теперь делать? Отвези её домой. Будешь сам в каком она состоянии. Саша! 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 Подожди! Постой! Постой! Я понимаю, я понимаю, что тебе очень больно, но поверь мне, это пройдёт. Что пройдёт? Что? Ну, эти чувства твои. Какие чувства? К кому? Ну, к Никите. К какому Никите? Ты что, не понимаешь, что ли? Нет. Если у меня есть к кому-то чувства, то они к другому человеку. Не надо было с этой лендой так выступать. Это как-то мелковато и глупо. Саша! Саша, туда нельзя. Но... Я очень скучала по тебе. Может, нам снова, а? С нуля начать? Ну-ка, вышли все! Быстро! Отсюда! Быстро! 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 Быстрее! Ещё быстрее! Саша! Ну-ка, стой! Стой! Иди сюда! Ну-ка, иди сюда! Что? Сашенька! Успокойся! Садись! Хорошо, стой! Это... Это что такое? Ты можешь мне объяснить? Это заявление... Да, я читаю. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. С чего это? Что-то случилось в нашей компании? Тебя кто-то обидел? Нет! Так объясни мне по-человечески, что происходит. Санечка, успокойся. Родная, ты пойми, ты незаменимый работник. Ты замечательно говоришь по-французски. Ты умница! Благодаря тебе мы заключили контракт с Джеромом! Может, тебе денег не хватает? Так я добавлю. Каких денег? Вы что, не понимаете, что ли? Он жену свою любит. Он её любит, понимаете? Они помирились. А я люблю его. Господи, мне домой надо. Давай забудем все недоразумения. Давай. Нет. Нет. Что значит «нет»? Я избавился от зависимости. Я очень рада, что ты больше не пьёшь. Почему же я раньше не замечал? Какая ты дура. Ну… Ты пожалеешь об этом? Это вряд ли. Нет. Лякиш, ты не знаешь, где Саша? Откуда я знаю? Саша, я не морочу, я… А что я? Я люблю её. Ты сейчас серьёзно говоришь? Лякиш. Где Саша? Ну надо же. Она домой поехала. Ну прекрати, ладно. Спасибо, брат. Пожалуйста. 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 Ой, здрасте. Здрасте. А мы к вам. Мы хотим, чтобы вы вернулись из школы. Ну я, конечно, тронута, но это вряд ли. Так, ну что стоим? Пойдём, сейчас чай поставлю. Заходите. Проходите, проходите. Ну да. Любовь – это приветствие, в которое ангелы шлю звёзды. Пойдём. Пойдём. Подержи. Подержи. Куда? Это не важно, куда. Важно, что вместе. Пойдём, где Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok